Дима, сегодня одержали две победы, однако в матче с Инферно вы по ходу первого тайма дважды уступали преимущество. Ожидали ли, что команда из нижней части таблицы даст вам бой по первым минутам и сможет выйти вперед неоднократно? Да тут даже не от соперника зависит. Мы очень устали. Мы до этого сейчас играли в турнире от KFC, поэтому состав был уже, ну игроки очень устали, все уже не хотели играть, поэтому понимали, что тяжело придется. Ну и погода во втором тайме сказала свое. Сначала дождь пошел, потом вообще град, поэтому такая вязкая получилась игра и с преимуществом в один гол всего получилось. Да, вот как раз хотел упомянуть про вот эту погоду. Все прелести жизни буквально обрушились в этот момент. Вот с точки зрения футболиста, каково вообще в таких условиях играть и создавать какие-либо моменты или наигрывать какие-то схемы? Футбол в такую погоду он непредсказуем. Там даже может команда из нижней части таблицы взять три очка, всякие отскоки, рикошеты, очень все опасно, поэтому футбол тут непредсказуем. Слышал, как в прерыве говорили о том, чтобы использовать прессинг против соперника. Учитывая то, что вы все-таки смогли победить, можно ли сказать, что вот эта ставка на прессинг она сыграла? Да, можно так сказать. Да, в первом тайме без прессинга играли, хотели просто забить свои голы, но забивать не получалось, поэтому в втором тайме решили прессинговать соперника. Они посыпались и видели, что у них нет замен, то есть они будут уставать, и поэтому голы забили свои. Держали также победу над непростым соперником, таким как Полисенс, вообще ожидали, что так легко пойдет игра, смогли два мяча забить, и как-то даже не было какого-то волнения у вас в ваших действиях. В втором тайме еще подошли игроки, поэтому уже с заменами играли, знали, что, скорее всего, игра получится так же тяжелая, потому что поле все еще оставалось сырым. Ну, предполагали, что будем выигрывать, но соперник атаковал тоже хорошо, поэтому решили играть строго от обороны, ну и две контратаки хорошо зашли. Ну, благодаря этим победам ваши шансы по-прежнему сохраняются на то, чтобы попасть по итогам сезона в стыковые матчи. Как оцениваешь перспективу на остаток, учитывая те матчи, которые у вас еще предстоят? Ну, календарь встречи я не смотрел, сколько там игр осталось, тоже не знаю. Ну, за первую тройку мы уже явно бороться не будем, я думаю, за четвертую и пятую мы поборемся. Продолжение следует...